Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурий-Иван. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. На повестке дня – самые важные вопросы. Глава «Анапы» Сергей Сергеев отчитался о проделанной работе за 2016 год. Оркестры, сцикаты, игра-квест и спасение редких черепах. Утрижский заповедник подвёл итоги детского конкурса. Культурная бессонница. Библиотеки курорта примут участие в акции «Библионочь». Что интересного ожидается – расскажем. Об итогах работы за 2016 год и планах на 2017-й на открытой сессии Совета города-курорта сегодня отчитался глава «Анапы» Сергей Сергеев. Масштаб проведённых работ получил высокую оценку представителей администрации и законодательного собрания Краснодарского края, депутатского корпуса Совета и общественности. Ежегодный отчёт Сергея Павловича – это основные вехи развития «Анапы». Чем жил город в течение непростого 2016 года? Объём собственных доходов бюджета города-курорта составил 1,911,000,000 рублей. Большая часть расходов в одном ключе с краевой бюджетной политикой – на социальную сферу. В первую очередь, это социальные гарантии, расходы на образование, здравоохранение, воспитание подрастающего поколения. На содержание и развитие объектов в социальной и культурной сфере в отчётном году направлено 2,8 млрд рублей. Это 72,4% от всей суммы бюджета. Большинство отраслей экономики по итогам прошедшего года демонстрируют положительную динамику. Крупные и средние предприятия получили прибыль в 1,5 млрд рублей. Задача властей – поддержать малый бизнес. Учитывая, что кризисные явления в экономике негативно отражаются, в первую очередь, на малых формах хозяйствования, особое внимание мы уделяли малому и среднему предпринимательству. Субсидии на размещение расходов в размере 5,8 млн рублей получили 17 субъектов малого предпринимательства. В своём выступлении Сергей Сергеев сделал акцент на жизненно важных для курортного города преобразованиях. Благоустройство и озеленение, капитальный ремонт образовательных и спортивных объектов, проектирование новых детских садов и школ. И, конечно же, то, без чего невозможно движение вперёд – модернизация и строительство инженерной инфраструктуры. Миллиардные вложения, канализационный коллектор и два магистральных водовода. Их вод в эксплуатацию позволит снизить нагрузку на перекачивающее оборудование, увеличить объём воды в Витязево и на Пионерский проспект, что обеспечит возможность дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса. Ну и дополнительно хочу сказать, что мы планируем, что уже этим летом дефицита воды в Станице Благовещенской не будет. За эффективную реализацию инвест-программы в сфере энергоснабжения Сергей Павлович поблагодарил руководителей Кубаньэнерго и НЕСКО. После почти часового доклада в зале звучат вопросы. Депутатский корпус совместно с администрацией проводит в жизнь бюджетную, экономическую и социальную политику. Избранники от народа высоко оценивают работу исполнительной власти, но хотят услышать мнение первого лица, как решать наболевшие вопросы. Учитывая, что в муниципальном образовании существует много санаторно-курортных учреждений, существуют частные медицинские центры, ощущается дефицит узких специалистов именно в муниципальных медицинских учреждениях. В связи с этим хочу задать вопрос, какие действия предпринимаются администрацией, чтобы ликвидировать дефицит узких специалистов в медицинской сфере. В кадровой политике важен комплексный подход, считает Сергей Павлович. Жилье, досуг, социальные гарантии и комфортные условия в трудоустройстве. У нас есть специфика, касаемо вашего вопроса. Специалисты, ну они все хорошие врачи, но если он более-менее серьезно подготовлен, то его быстренько забирают в санаторно-курортное учреждение. Вы это все прекрасно знаете. И это наша, в принципе, не беда. И я знаю, что мы не проводим анализы, потому что нет необходимости, но знаю, что очень многие специалисты, вот здесь есть в зале, руководители управления здравоохранения, работают в совместительстве. Они работают и там, и там. И вот чем лучше мы и больше будем условий совместителям предоставлять, тем больше у нас будет возможности и эту проблему. Традиционно отчет главы принимают не только анапчане. Краевое руководство заслушивает и дает оценку. В ее основе показатели деятельности главы и администрации, и мнения людей. Среди 44 муниципалитетов Кубани Анапа на шестом месте в социально-экономическом развитии. Высок и личный рейтинг Сергеева. За 16-й год рейтинг Сергеева соответствует шестой позиции среди 44 муниципальных обозначений. Уважаемые коллеги, на краевом уровне есть полная готовность оказывать вашему городу в соответствии с решением любых существующих проблем. В докладе главы было сказано, что вы участвуете в 16 программах. Краевая поддержка составляет 1,8 млрд рублей. Это практически на уровне бюджета города-курорта Анапы. Полный текст отчета главы Анапы будет размещен на официальном сайте администрации и в общественно-политических газетах курорта в течение недели. Анапу с рабочим визитом посетила заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Она оценила учебно-техническую базу Федерального детского центра «Смена». Осмотрела павильоны учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий. А также познакомилась с работой шести кластеров парка будущего. Заместитель Миноборнауки высоко оценила возможности смены, в частности, как площадки для международного движения WorldSkills. Подробнее в материале наших коллег. Людмила Огородова встретилась со сменовцами, которые осваивают кулинарное мастерство, работу с современными высокотехнологичными устройствами и настоящими строительными материалами. Заместитель министра Миноборнауки приняла участие в совещании о ходе реализации концепции развития Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий. Мы дадим обзор этих профессий, дадим возможность выбрать то направление, в котором двигается, дадим возможность пощупать эту профессию руками, прикоснуться к ней, сформировать личную дорожную карту и постараться, это задача с 2018 года, направить данную информацию в регион как траекторию развития каждого ребенка и последующее сопровождение. На совещании участники обсудили будущий старт работы центра, вопросы ранней профориентации детей, парк будущего как элемент Всероссийской системы трудового воспитания. Смена – это, конечно, для нас очень приоритетная площадка, на которую мы бы хотели собрать не только детей, которые уже как-то хотя бы хотят прикинуть. Вот им это вроде интересно, но им интересно посмотреть, а как они имеют ли они талант к этой профессии, получится ли у них, или все-таки им надо поискать себя в какой-то другой области. Очень важно, что здесь в смене будут собраны также эксперты международного класса, которые уже оценивают мастерство лучших в мире чемпионов международного движения WorldSkills. Поскольку мы планируем, что смена станет основной площадкой для движения WorldSkills молодые профессионалы, то очень важной для нас является и организационная работа, то есть создание системы такого движения от регионов к центру, которым будет смена. Поэтому здесь не только профориентация будет, но здесь будет выстраивание системы нового чемпионатного движения JuniorSkills. Более 300 школьников прислали свои рисунки и проекты на конкурс, организованный Утрижским заповедником. Здесь отмечают, что число участников выросло примерно на 20% и связывают это с объявленным годом экологии. Также расширилась география, часть призов отправится в Москву. У черепахи Никольского на передней лапе 5 когтей, а на задних 4. На счету Елизаветы 7 спасенных черепашек жизней. С большой долей вероятности животные, которые оказываются в городе, погибают, например, под колесами машин. Найденную черепаху выпускают вдали от цивилизации. В некоторых случаях их нужно лечить. Что делать, рассказывает специалист из Москвы. Черепаха Никольского. Редкий вид в Утрижском заповеднике. Их 5 или 6 тысяч. Прежде всего, ознакомить всех людей. Можно ввести на уроки кубоноведения и биологии, именно чтобы оговаривали об обиде черепахи Никольского. Ну, это просто нам интересно. Интересно помогать черепахам. Они такие беззащитные, маленькие. Елизавета заняла одно из первых мест на конкурсе практических работ, организованном специалистами заповедника. Впервые он стал всероссийским. В нем приняли участие школьники из Краснодара, Новороссийска, Твери и Москвы. Ребята из средней полосы изучают флоры и фауны Черного моря. Несколько призов отправят почтой. Юноша с двойным именем Юрий Тарас разработал игру-квест для младших классов, чтобы им было интересно. Десятиклассник занимается экологией уже более 4 лет. Интерес к теме пробудил учитель географии. Потому что интересно. И мне это нравится. Я люблю биологию, хочу стать ветеринаром. И поэтому люблю животных. Не могу смотреть, как животные страдают. Поэтому стараюсь им помочь. Это очень нужно. Это практически заказная работа. Он исполнил нашу мечту, написав нам такой квест. Квест был написан для нашего детского парка, так называемого острова. Там тоже у нас, кстати, растут очень много растений разнообразных, деревьев, кустарников. И живут обитатели. И пройдя даже по небольшому такому отрезку, с интересными заданиями, выполняя их, можно узнать на обитателях нашего заповедника. Самая большая часть конкурсной программы – творческая. Более 300 работ. Организаторы поставили задачу изобразить обитателей заповедника с учетом особенностей их поведения. Алиса завоевала первое место, нарисовав оркестр цикад. В жюри оценили творческий подход к теме. Ассоциация родилась после походов в составе отряда скаутов. Цикады, ну они как бы поют, они трещат таким звуком, он похож на трубы и тромбон. Я ездил каждый год в скаутский лагерь на большом утрише. И мы там, ну как бы каждый день мы проводим с цикадами. И первые три дня они так звучат, и голова болит. А потом уже все остальные дни уже так привычно. В целом организаторы отмечают высокий уровень научных работ. Многие из них будут использовать в практической работе. А те, кто рисует картины, узнает что-то новое о живой природе. Пионерский проспект зацветет по-новому. Там вдоль новой велосипедной дорожки разбили большие клумбы. Высаживают цветы, а также новые деревья и кустарники. Однообразие ландшафта Пионерского проспекта перестает быть унылым. Вместе с велосипедной дорожкой рождаются новые клумбы, на которых и цветники будут отличаться новыми растениями, кустарниками и деревьями. Ярко цветущие, непривычные для наших улиц южные растения украсит широкую полосу бывшего газона. Посадка цветов будет продолжаться и в мае. Эта широкомасштабная работа предусматривает высадку цветов самых разных сроков цветения на общей площади более 4000 квадратных метров. Для некоторых растений неожиданное понижение температуры во время закладки неприемлемо. Ну а роза под дождь – это к раннему цветению. От энтаря и до дельфинария по обе стороны нами высажено будет около 80 деревьев. Это уже высокие, большие, красивые клёны шаровидной формы, краснолистные клёны, сливописарди, церцем. Мы высаживаем 6000 саженцев розы на Пионерский проспект. По обе стороны будут танец вести всё лето, будут очень красивые расцветки яркие. Также высажены уже канны, посажены, и ещё будут посажены лиственные кустарники. Зная наших, ведущая программы «Новости Анапы. Регион» Кристина Рабин участвует в региональном конкурсе красоты королевы Сочи «Миссис-2017». По результатам первого этапа конкурса она вошла в число 12 финалисток и теперь борется за корону королевы. Судьба Кристины тесно связана с городом Сочи. Там она закончила Сочинский университет туризма и курортного дела. Там же сложилась и её личная жизнь. Она вышла замуж и стала мамой. Поэтому от предложения принять участие в конкурсе не смогла отказаться. Сама Кристина говорит, что поехала в Сочи не за победой, а за новыми эмоциями и впечатлениями. Однако мы всё же желаем коллеге завоевать титул «Миссис Сочи» и просим всех анапчан поддержать нашу красавицу. Для этого необходимо проголосовать за Кристину на официальном сайте конкурса, предварительно пройдя процедуру регистрации. Голосование продлится до 20 часов 23 апреля. 22 апреля любителям литературы будет не до сна. В Анапе пройдёт акция «Библионочь». До полуночи двери всех 29 библиотек курорта будут открыты. В этот раз программа мероприятий посвящена 80-летию образования Краснодарского края и Году экологии в России. С 15 часов по городу прокатится специальный библиомобиль, делая остановки в общественных местах. Анапчанам будут раздавать информационные буклеты и программу мероприятий. Открытие же «Культурная бессонница» состоится в Центральной библиотеке в 18 часов. Ожидается выступление духового оркестра, творческих коллективов, также выставки и экспозиции. А в детской и юношеской библиотеке пройдёт настоящий кубанский разгуляй. Ожидается выступление детских коллективов, мастер-классы, чтение стихов, выставки. В это же время подобные программы пройдут абсолютно во всех библиотеках. Отрадно то, что с каждым годом, благодаря вот этой акции, мы привлекаем новых любителей чтения и книги, которые становятся нашими волонтёрами, помощниками. Потом с удовольствием принимают участие как в наших мероприятиях, так и в общегородских. Надеемся, что эта акция позволит обратить внимание многих к книге, потому что это источник информации, который есть и существует, и я надеюсь, будет существовать на протяжении многих веков. В акции примет участие и Краеведческий музей. Там с 19 часов развернутся сразу несколько выставок. Будет организован просмотр документальных фильмов. Кроме того, сотрудники музея проведут для всех желающих экскурсию по памятным местам Анапы. И в завершении выпуска информации о наших партнёрах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведёт строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надёжную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам ещё одного партнёра программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте своё здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48300. Программа «Детокс-очищение организма». Приём врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надёжных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию.